Всем привет! Вы на канале AdLight Biology. Мы продолжаем разбор задач по генетике. В этом видео мы разберем пять задач, они по разным темам. Это продолжение нашего предыдущего видео, где мы разбирали один экзамен, был такой экзамен. И вот сейчас мы будем продолжать. Тем не менее, те, кто не видел предыдущие задачи, вы можете посмотреть на нашем канале в плейлисте «Разбор задач по биологии». Там все эти задачи есть. Вот такая задача. Вы можете поставить сейчас на паузу, попытаться решить самостоятельно, а мы начнем решать с вами вместе. Здесь есть две линии, различные линии мух. Видите, по трем парам признаков и скрещивают. Гены расположены во второй хромосоме, то есть получается гены сцеплены. Наблюдается единообразие первого гибридного потомства. В дальнейшем проведено анализирующее скрещивание. Анализирующее скрещивание, когда мы скрещиваем какое-то гибридное потомство, то есть возможно гетерозиготу, с организмом, у которого по всем изучаемым генам он является гомозиготным рецессивным. Три гетерозиготная самка, таким образом, вот из поколения F1, она имеет красные глаза. Вот видите, красные глаза это CN плюс CN, то есть она гетерозигота. Вот эта вот аллелька, которая ответственна за формирование красных глаз, а вот эта аллель просто CN без плюса, это киноварные глаза, такие какие-то ненормальные глаза. Потом у нее серое тело, здесь видите B плюс B, B плюс это как раз таки за серое тело отвечает и просто B за черное тело. Нормальные крылья VG плюс, а VG это аллель, которая отвечает за укороченные крылья. Анализатор же, то есть тот организм, с которым мы ее скрещиваем, он имеет киноварные глаза, черное тело, четочные крылья. То есть мы можем вот здесь вот расписать скрещивание, то есть вы знаете то, что мы обычно вот в традиционных задачах, где мы делаем дегибридное скрещивание, там возможно тригибридное, мы обычно пишем гены вот так вот в ряд, да, большая-маленькая, B большая-B маленькая, там C большая-C большая и так далее. Здесь же, поскольку гены именно сцеплены, это в вопросе явно оговаривается, то что видите, они все находятся на одной хромосоме, поэтому я думаю будет проще нам рисовать их, как будто они находятся на разных хромосомах, вот так например, да. Причем здесь обратите внимание, что вот у нас из двух разных линий гены расположены во второй хромосоме, то есть мы знаем то, что самка вот эта, которую мы скрещиваем, вот она F1, получается здесь у нас не P, это у нас сразу F1, но мы начинаем. Она гетерезиготная, то есть на одной хромосоме находится C N+, на другой C N, на этой хромосоме находится B, на этой хромосоме B, P плюс B и здесь VG плюс VG. Теперь мы скрещиваем ее с рецессивным гамазиготой по этим трем генам, то есть вот у него видите геноварные глаза, это анализатор, черное тело и укороченные крылья. Что бы хотелось сказать здесь сразу, вот в этой задаче, смотрите, мы еще, то есть вопрос задан так, что мы пока еще не точно знаем, возможно иногда, иногда бывают такие задачи, где вот эти вот, как видите, доминантные аллели находятся на одной хромосоме у вот этого именно гетерезиготного организма, а рецессивно аллели все вместе находятся на другой хромосоме. Но это не всегда так, то есть иногда, если авторы задания хотят вас подловить, хотят сделать такой небольшой, так сказать, ловушку, тогда такую, они могут специально расположить их в разных хромосомах и тогда от этого результаты тоже будут немножко другие. Так вот, теперь мы это скрещивание делаем и у нас появилось, как и ожидалось, вот таких вот восемь типов, по фенотипу восемь типов. Когда мы смотрим их по фенотипу, смотрите, мы должны сразу посмотреть, ну вам нужно сразу понятно, что те организмы, которых больше всего по численности, это те, у которых кроссинговора не произошло. То есть видите, кроссинговора не произошло, красные глаза, серое тело, нормальные крылья. Вот, вот это верхняя хромосома, видите, вот если поколение вот F2, верхняя хромосома без кроссинговора от первого родителя, от самки пошла ребенку, то есть потомству, а вторая хромосома от другого родителя и получается он будет такой же, как самка, то есть у него будут красные глаза, серое тело и укороченные крылья, то есть нормальные крылья, извиняюсь. А второй потомок, который является также результатом не рекомбинатного, то есть не кроссинговорных гомет, это тот, у которого вторая хромосома, вот эта нижняя, попалась к нему, то есть через гомету она к нему пришла, то есть было оплодотворение, то есть эти все дела, я думаю, вы знаете, и появился такой организм, который полностью урестивный, как и второй родитель. У него, соответственно, будут киноварные глаза, черное тело, укороченные крылья, что и подтверждается вот здесь, вот видите, вот оно. Теперь понятно, что вот это вот те, у которых кроссинговор не было и больше всего. Теперь смотрите, что самое интересное, вы из этих восьми классов должны сразу найти, то есть если у вас спрашивают порядок расположения генов, кстати, вот эта задача, которую сейчас рассматриваем, она очень типичная, но вот не прям эта задача, но вот по такой же модели очень часто выходят на различных олимпиадах, на областной и суббиканской олимпиаде, почти можно сказать, на каждой областной-суббиканской олимпиаде каждый год, вот как минимум один раз такая задача точно выходит. Причем за нее дают иногда, то есть порой дают немало баллов. Так вот, я немножко отвлекся. Здесь, смотрите, здесь мы должны взять те организмы, которых меньше всего. Зачем мы их берем? Логично предположить, что эти организмы являются результатом двойного кроссинговора. Понимаете? То есть понятно, что кроссинговор явление не такое частое. Ну, имеется в виду, когда мы берем определенные гены, вот между ними, чтобы кроссинговор произошел, это происходит не каждый раз. Соответственно, поэтому у нас больше всего организмов именно тех, у которых кроссинговора так и не было. Те, у которых кроссинговор был один, их, видите, тоже мало. Но там, где между тремя генами произошел двойной кроссинговор, их должно быть меньше всего. То есть, получается, вот эти два типа, это те самые, у которых произошел двойной кроссинговор. Что я хотел сказать? Смотрите, получается, это те организмы, у которых один ген перепрыгивает. То есть, например, здесь двойной кроссинговор был, да? И вот перепрыгивает один ген, который посередине находится. Два гена, которые находятся по бокам, они остаются на своих местах. Именно тот, который посередине перепрыгивает. Здесь же мы, вот если проанализировать, видите, у них красные глаза, черное тело, зачаточные крылья. То есть, здесь у нас красные глаза – нормальный признак, и черное тело, зачаточные крылья – это рецессивные. У второго, вот этой, у второй модели, у него киноварные глаза, серое тело – нормальные крылья. То есть, опять, киноварные глаза являются рецессивным признаком, серое тело, нормальные крылья являются доминантными. То есть, здесь у нас, вот в случае двойного кроссинговора, в самых редких случаях, перепрыгивает именно аллель, который ответственен за цвет глаз. Соответственно, мы делаем логический вывод, что именно этот аллель находится посередине между этими тремя генами. То есть, получается, вот эту концепцию, которую мы здесь нарисовали, она не совсем правильная. Правильное было бы нарисовать, изобразить вот так вот – B+, Cn+, Vg+. Это один родитель. Соответственно, B, Cn, Vg – это вот тот самый первый самка, которая гетерезиготная. И у нас второй родитель, конечно, он рецессивный по всем генам. Ну, то есть, здесь мы воссоздали истинную очередность генов, которая на самом деле должна быть. Соответственно, если проходит двойной кроссинговор, видите, вот так двойной кроссинговор произошел, и мысленно вот эти Cn+, Cn меняете местами. Напоминаю, что именно Cn+, да, отвечает за цвет глаз. Соответственно, если Cn идет вверх, и эта хромосома попадает к одному организму, получается B+, Cn, Vg+, от этого родителя. А второго родителя, конечно, будет всегда идти только B, V, Cn, Vg, без плюсов, потому что, видите, у него же гомозигота, то есть одинаковый родитель. Здесь хоть кроссинговор был, хоть не был, он одинаково становится. То есть очередность генов и сами гены остаются одни и те же. А, здесь давайте точку запятую надо поставить. Второй случай двойного кроссинговора, то есть когда вот этот Cn+, пошел вниз, при этом B и Vg остаются те же самые, и такая хромосома пошла к ребенку, будет вот такой вариант. Опять же, здесь у нас от второго родителя от второго родителя пошли все рецессивы. То есть здесь у нас будет, как вот здесь и говорили, видите, красные глаза, черное тело, чаточные крылья. Вот он первый, черный, красные глаза, то есть нормальные глаза. А вот он, красные глаза, черное тело, зачаточные крылья, извиняюсь. И второй вариант, от которых, видите, двое, киноварные глаза, серое тело, нормальные крылья. Это вот он, здесь киноварные глаза, вот Cn, серое тело, зачаточные крылья. Хорошо, мы здесь, получается, на вот этот вопрос уже ответили. Найдите порядок расположения генов. Получается порядок расположения генов вот такой, B, Cn, Vg. Однако, ответ Vg, Cn, Vg тоже будет верным. Потому что мы же не знаем, с какой стороны брать хромосому. То есть у хромосомы два конца. Если вы с одной стороны, с одного конца ведете, это будет Vg, Cn, Vg. Если вы с другого конца ведете, это будет Vg, Cn, Vg. И то, и то является правильным ответом. То есть, получается, давайте я вот так обведу, что это ответ на первый подвопрос. Второй подвопрос. Найти расстояние между этими генами. Ну, хожу, давайте найдем расстояние. Опять же, для этого нам потребуются именно вот эти данные. Смотрите. Зная, что вот это, что у нас работает по такой конструкции, что вот B, Cn, Vg. Соответственно, мы должны искать гены, где вот это вот B перепрыгивает. То есть, для того, чтобы найти расстояние между B и Cn, давайте, надо найти нам какие. То есть, смотрите, если у нас только краснеговое происходит между B и Cn, соответственно, B идет вверх, вот B, а Cn и Vg остаются также. Снизу у нас, опять же, остается хромосома от второго родителя, которые всегда одинаково связывают рецессивы. И второй случай, если у нас, смотрите, вот B пошел вверх, но во втором случае B плюс идет вниз. И, соответственно, Cn и Vg остаются без плюсов. То есть, рецессивы, опять же, а второй родитель идет всегда один и тот же вариант. И вот таких мы ищем. Мы должны понять, сколько их из всего количества. Смотрите, вот у нас B это форма тела, то есть, это цвет тела. Получается, у одного организма будет цвет тела черный, но при этом глаза будут красные и крылья нормальные. У второго варианта, наоборот, тело будет серое, но при этом глаза будут киноварные и крылья укороченные, зачаточные. То есть, вот эти два варианта давайте найдем. Так, у нас здесь, вот смотрите, красные глаза, черное тело, нормальные крылья, вот он один, да? И киноварные глаза, серое тело, вот он второй. Получается, что таких организмов, у которых именно вот здесь вот один крысинговый произошел между B и C, их вот 68 плюс 56. То есть, 68 плюс 56. Мы берем этих организмов, и мы должны поделить их на общее количество всех организмов, которые вот здесь есть. То есть, если вы прибавите все вот эти вот, ну то есть, все потомство, которое у нас было, это получится 1514. То есть, мы делим на 1514. Однако, здесь еще есть вот такой небольшой момент, который иногда ученики в спешке забывают, что, когда мы говорим, вот это для чего делаем? Мы хотим из общего количества потомков, из 1514, взять именно тех, у которых произошел крысинговый между генами B и Cn. Соответственно, это 68 вот этих ребят, да? 56 вот этих ребят, но здесь мы должны учитывать и двойной крысинговый тоже. То есть, смотрите, двойной крысинговый, вот он. Один, два. То есть, получается, мы здесь добавляем еще три. То есть, один плюс два, три. Ну то есть, если вы возьмете калькулятор, если это вы все просчитаете, это будет 127 делить на 1514, и это будет примерно целых 0,84. Если перевести это сантиморганом, то есть, в сантиметры, это будет 8,4 сантиморганом. Вот это расстояние между геном B и Cn. Соответственно, логично предположить, что оставшиеся, которым до этого не касались две группы организмов, вот эти вот, вот эта вот группа и вот эта группа, которых 91,80, это те, у которых крысинговый произошел между Cn и Vg. То есть, опять же, давайте я не буду расписывать, но вам, если смысл понятен. Если у нас происходит крысинговый между Cn и Vg, получается Vg идет вверх, да? А Vg плюс вниз. У нас получается организм, у которого должны быть серые тела, то есть, доминантные по этому гену, красные глаза, доминантные по гену глаз, цвета глаз, и рецессивен по крыльям. То есть, он должен быть зачаточные крылья, Vg. Это как раз таки у нас, это у нас, это у нас, вот он, красные глаза, серое тело, зачаточные крылья. Второй тип такого организма, то есть, если у нас Vg плюс пошел вниз, при этом на хромосоме, вот на этой хромосоме, на нижней хромосоме, есть B рецессивная и C рецессивная, тогда у нас будет нормальные крылья, при этом черное тело и киноварные глаза. Это у нас, вот он, 80, киноварные глаза, черное тело, но при этом нормальные крылья. Ну и, соответственно, для того, чтобы найти расстояние между генами Cn и Vg, мы берем те организмы, у которых произошел крылья между Vg и Cn. Это 80 плюс 91, то есть те ребята, о которых я только что говорил. Опять мы добавляем двойной крылья, потому что там тоже произошел крылья между этими двумя генами. Делим на общее количество организмов, чтобы найти чистоту таких организмов. То есть найти это чистоту, чистота для тех, кто не знает, это то же самое, что процент, но процент мы берем полный из ста же процентов, а в чистоте мы берем полный, то есть полный это у нас из одного, то есть из единицы. Таким образом мы делим 174 на 1514, и здесь у нас будет 0,115, или если перевести это в сантиморганы, то бишь в проценты, это будет 11.5 сантиморганов. То есть получается, давайте мы распишем эти гены уже, чтобы было. Вот у нас Б, потом идет от него на каком-то расстоянии ЦН, потом на него на каком-то расстоянии ВГН. То есть здесь у нас 11.5 сантиморган между ними, а между Б и ЦН у нас 8.4 сантиморган, насколько я помню. Вот мы ответили на этот вопрос. Идем дальше, следующий вопрос. Здесь у нас у растения два гена, один контролирует голубые и белые лепестки, другой контролирует круглые или овальные лепестки. Находится на одной хромосоме на расстоянии 10 сантиморган. Опять же, эта задача по той же самой теме, по определению расстояния между генами, то есть картирование хромосом. Вы скрещиваете гомозиготно-голубое овальное растение. То есть смотрите, мы здесь вот как раз-таки небольшой такой трик сделали они, что они берут разные растения. То есть давайте вот здесь вот мы берем, сразу будем расписывать, что это одна хромосома у нас. Вы берете гомозиготно-голубое овальное. То есть голубое это B большие. Здесь B большая и на второй хромосом тоже B большая, потому что гомозиготные, значит, одинаковые должны быть аллели. Но при этом с, так, овальное. Овальное это R маленькая и R маленькая. С гомозиготным белым круглым. Белое круглое гомозиготное это у нас B маленькая и B маленькая, но при этом R большая и R большая. То есть по вот этим обозначениям, которые нам дают. Получившие результаты гитязготные по обоим генам растения F1 было подъемно-анализирующим скрещивание. То есть опять же F1, смотрите, у нас появляется, то есть одна хромосома от одного вы берете, да? Вторую хромосома от другого берете. Здесь причем нет никакой разницы на краснеговор был, не был. То есть даже если краснеговор был, все равно аллели остались одни и те же. Мы делаем анализирующие скрещивание B маленькая и R маленькая, B маленькая и R маленькая. И что мы имеем? У нас получилось, смотрите, у нас получилось, кстати, гитязь годного по обоим генам была подъемно-анализирующая скрещивание. И, кстати, получилось 1000 особей. То есть у нас в F2 тысячи особей, при этом сколько из них будут иметь белые лепестки и овальные пестики. Учитывая, что расстояние между генами, вот здесь вот видите, 10 сантиморганов. То есть, смотрите, белые лепестки, это значит, давайте сразу напишем, кого мы ищем, да? Мы ищем организм, у которого B маленькая, B маленькая. Вот белые лепестки и овальные пестики. Овальная это R маленькая и R маленькая. То есть такой организм, как мог появиться у этих двух родителей, он мог появиться только с помощью краснеговора. То есть, смотрите, если краснеговора нету, то, соответственно, у нас должны были появиться либо вот такие организмы, либо вот такие. Ну то есть здесь видите, одна хромосома идет от одного родителя, то есть либо та, либо вторая, но от этого родителя всегда идет только один тип хромосом. В том случае, если же краснеговор был, тогда мы получаем два типа, то есть один из них это B большая и R большая. И здесь опять же B-маленькая, R-маленькая, то есть от этого родителя идет к нам. И второй должен быть B-маленькая, R-маленькая, B-маленькая, R-маленькая. То есть видите, они поменялись местами, вот эта R-маленькая перешла на ту сторону, соответственно у нас здесь будет вот такой рецессивный организм, потому что от второго родителя, опять же повторюсь, идут всегда только рецессивные аллели. Зная, что у нас 10 сантимумоганов расстояния между этими гендами, соответственно мы относительно предполагаем, то есть эти данные позволяют нам предполагать, что сколько бы не было потомков, 10% из них должны быть именно те, на которых пришелся этот кроссинговер, то есть именно те особи, которые являются результатом того, что где-то там в гометогенезе произошел кроссинговер и вот эти вот кены переместились. Соответственно, 90% должно быть тех, у которых крессинговора не было. То есть, вот эту 10%, откуда я взял, я взял из 10 сантиморганов, потому что 10 сантиморганов, они как раз-таки указывают, что 10% должно быть таких организмов, понимаете? То есть сантиморган, поэтому и был в начале 20 века Томасом Морганом, да, кажется, если не ошибаюсь, его звали, и его командой разработан, потому что это показатель того, сколько процентов у нас именно крессинговорных организмов. Хорошо, значит у нас крессинговорных организм, раз у нас тысяча их всего, то есть тысяча, их значит должно быть 100 организмов, но при этом мы помним, что таких крессинговорных их два типа, а нам нужен только один из них, нам нужен только вот этот, где все рецептивы. И мы знаем, что когда крессинговорные вот эти две формы образуются, они всегда образуются наполовину, то есть половина должна быть на вот эту осыпь, то есть половина их процентов и, соответственно, количество на одну, и половина на другую, соответственно, мы сделаем вывод, что вот таких организмов должно быть 50 штук, то есть 50 будет ответ здесь, 50. Если у вас есть вопросы, пишите их, пожалуйста, в комментариях, если есть какие-нибудь предложения, то есть задачи, то есть тоже можете писать в комментариях, мы постараемся на них отвечать. Следующий вопрос, это уже вопрос под другой немножко под теме, это у нас наследственность, сцепленная с полом. У человека встречается специфическая форма рахита, вызванная недостатком фосфора крови, которая не дается лечению витамином D. В потомстве от браков 14 мужчин, больных данной формой рахита, со здоровыми женщинами родились 21 дочь и 16 сыновей, при этом все, это очень важно, дочери страдают недостатком фосфора в крови, а все сыновья здоровы. Одна из этих больных дочерей вышла замуж за здоровым мужчину. Какая вероятность в процентах рождения у них здорового ребенка, давайте с вами решать. Обычно, когда мы решаем задачи, связанные с полом, мы вот на иксе, который у нас болезнь, это обычно либо бы большая, либо бы маленькая, ну то есть она обычно обозначается маленькой аллель, то есть неважно какая буква, главное, что маленькая аллель, а нормальность, то есть когда болезни нет, она обозначается большой аллелью, то есть она доминантная. Это случаи с дальтонизмом, случаи с гемофилией, это так. Однако здесь вот то, что все дочери страдают, болели, а все сыновья не болели, дает нам понять, что вот эта вот болезнь, специфическая форма рахита, она как раз таки является доминантной, а нормальность, то есть когда нету D-болезни, это контролируется эксцессивным аллелем. Давайте перетворимся, что у нас D большая, будем D обозначать, что это у нас болезнь, то есть форма рахита, да, а D маленькая это норма, то есть когда этой болезни нету. Соответственно, смотрите, в потомстве от браков 14 мужчин больных по данной форме рахита, то есть 14 мужчин, вот D, X, D большая, Y, скрещиваем со здоровыми женщинами, получается они X, D маленькая, X, D маленькая, то есть X – это половые хромосомы, мы здесь расписываем, для тех, кто не знает. Мы берем половые хромосомы мужчин и женщин и сверху пишем вот эту вот аллель, обозначая, что эта аллель находится на этой хромосоме. Какие у нас будут дети? Вот смотрите, дети у нас по-любому дочери берут от отца X, D большую и X, D маленькую, получается в любом случае 100% дочери будут больны. Сын же берет от отца только Y, от матери X, D маленькую и соответственно все сыновья будут абсолютно здоровыми. Вот теперь дальше, одна из этих больных дочерей, вот именно вот эта, да, давайте мы ее возьмем, вышла замуж за здорового мужчину, X, D маленькая, Y. Вот это у нас уже F2, да? А это F1 до сих пор, то есть дальше будет F3. Теперь, что у нас дальше идет? Мы должны начинать написать в процентах, какое количество будет у них здоровых. Давайте распишем. В первом случае вот X, D большая от матери идет, X, D маленькая от отца, больная дочь, потом X, D маленькая от матери, X, D маленькая от отца, здоровая дочь. То есть дочери будет половина здоровых, половина больных, теперь сыновья. Сыновья от отца берут по-любому Y, от матери они могут взять либо X, D большую, либо X, D маленькую. Соответственно сыновья тоже у нас, как видите, 50% больных, 50% здоровых. Соответственно, если мы берем, ну или мальчиков, или девочек, или всех вместе, то есть любой ребенок, что нам в вопросе было сказано, да, ребенка, неважно какой пол, 50% того, что он будет здоровый и 50% того, что он будет больной. Вот такая задача. Так, идем дальше. Следующая задача, опять-таки вот, которая была первая и вторая задача по кортированию хромосом, по нахождению расстояния между генами. Рецессивная мутация АБЦ, сцепленная лотосоми, соответствующая линдикого типа. То есть они принадлежат к одной группе сцепления, то есть находятся на одной хромосоме. То есть принадлежат к одной группе сцепления, то же самое, что находиться на одной хромосоме. Кстати, вы можете поставить на паузу и решиться самостоятельно. Вот здесь вот есть, видите, под вопросы. Определите, отметьте фенотипы потомства с двойной рекомбинацией. Смотрите, что мы сделаем сейчас с вами. Нам нужно найти тех, у кого двойная рекомбинация. Я думаю, если вы слушали наш разбор, если вы поняли, как решать первую и вторую задачу, вы сразу сможете это найти. Для этого не нужно дать много времени. Вот это двойная рекомбинация и вот этот. Почему выбрали именно их? То есть двойная рекомбинация, двойной краснеговый – это те случаи, когда у нас наиболее маленькие организмы, которых в потомстве меньше всего, с наименьшей частотой. А здесь у нас 2 и 3, соответственно, именно они являются двойными краснеговыми. Давайте это уберу, потому что… Во-первых, мы узнали, кто это такие. Вот мы уже, получается, на вопрос там ответили уже. Но от себя я добавлю. Вот это вот, проанализировать вот эти двойные краснеговый очень полезно. Потому что это помогает понять нам, что двойной краснеговый – это когда у нас ген, который находится по седине, пришел на другую сторону. Соответственно, здесь мы уже делаем вывод о том, что у нас, у родителя, у этого гитерезиготного родителя, у него доминатное отделение находится не на одной хромосоме. То есть не все 3BA плюс B плюс C плюс на одной, а ABC на другой. Какой-то плюс находится на другом месте. Теперь идем дальше. Определите расстояние между данными генами с антиморганами, то есть между генами B и C. Давайте внимательно прочитаем задачу. Рецептивная мутация ABC, СРБ, аутосоме. В результате генетического скрещивания, в котором самки гитерезиготные по рецептивным мутациям ABC были спарены с самцами гамазиготными по ABC, появилось следующее виды потомства. Теперь смотрите. Вот эти ABC, которые у самки находятся. Плюсы. То есть мы не знаем, на какой они хромосоме же раскиданы. Но мы можем посмотреть. Вот мы, во-первых, видим те, которые вот самых мало. Теперь мы берем обратно. Мы берем тех, которых больше всего. Вот. 40, 41. Почему мы берем именно их? Потому что они покажут нам те случаи, когда Краснеговора не было. То есть в том случае, если Краснеговора не было, то есть смотрите у нас A, B+, C и A+, B, C+. Получается у нас вот эта самка, которая гитерезиготная. У нее A, то есть на одной хромосоме находится A маленькая, то есть без плюса B+, C. На другой хромосоме находится A+, B, C+. То есть мы поняли, что B+, он связан с A и C, а просто B без плюса связан с A+, C+. При этом, когда происходит двойной Краснеговор, смотрите у нас вот двойной Краснеговор, это трижи. Мы видим то, что B как раз таки тот самый, кто перепрыгивает. Получается, здесь можно реконструировать генотип самки. Вот смотрите, генотип самки у нас будет вот такой получается здесь. У нее A, B+, C, а здесь A+, B, C. То есть понимаете, соответственно мы скрещиваем ее с гитерезиготным, то есть гомозиготным рецессивом, получается анализатором самцом. И вот если у нас Краснеговор не происходит, получается те, у которых больше всего, это вот первая из хромосом идет в потомство, и отсюда от отца идет вторая хромосома. Вот он будет, видите, A, B+, C, вот их 40, их 40 штук. Вторая хромосома идет A+, кстати здесь плюс я забыл, A+, B, C+, и от отца идет вторая хромосома A, B, C, их 41. Ну, соответственно, когда у нас двойной Краснеговым происходит, смотрите, видите, B переходит на ту сторону, вот у нас получается A+, B+, C+, одна, да? Вот их, сколько их там, их три штуки. Ну и соответственно все рецессивы. Их у нас две штуки. Вот, теперь, теперь, теперь нам, что от нас требовалось? От нас требовалось найти расстояние между B, C. Когда между B, C происходит Краснеговым, C идет вверх, получается мы ищем те, у которых, те организмы, у которых A, B+, C+, A, B+, C+, где они? Я не вижу их. Вот они, 20 штук. Вот он, тот, который нам нужен, да? И вторая штука, то есть когда у нас когда-то меняется, получается у нас A, B, C. Просто A, B, C, то есть A+, B, C, A+, B, C, вот он, их 19 штук. То есть эти организмы, 19 и 20, это те самые, у которых Краснеговым произошел между генами B и C. То есть, соответственно, B перебегнул на ту сторону и получилось у нас A, простая, B+, C+, или в том случае, если C маленько перебегнул вниз, получается A+, B, C. Соответственно, мы берем 20 плюс 19, плюс, опять же, не забываем про двойной Краснеговым, а их вместе 5 штук, плюс 5, да? Здесь давайте так вот здесь сделаем шторку. Мы делим их на общее количество организмов. Общее количество организмов 150. Если вы возьмете калькулятор и все это посчитаете, то у вас будет 0,29 частота, то есть эта частота. Мы переводим это в процент, то есть умножаем на 100, чтобы процент получился. Получаешь 29 сантиморган, это ответ. То есть расстояние между этими генами, между B, C генами 29 сантиморганов. Последняя задача, она опять-таки связана с полом. Здесь, смотрите, определяется наследование W, Z. У птиц дело в том, что у них, в отличие от человека, у них Z, Z это самцы и Z, W это самки. А здесь намекает то, что есть на Z хромосоме рецессивная аллель, которая является летальным для эмбрионов. То есть эта рецессивная аллель, если она будет присутствовать, то и не будет рядом доминантной, то она будет летальная. Давайте обозначим A это норма, а маленькая это летальная аллель. То есть летальная, значит умирает он. Каково ожидаемое соотношение полов потомствия с помесью самца, гетерезиготного по летальному аллелю и самки дикого типа? Значит, смотрите, самец гетерезиготен, у него Z A большая, Z A маленькая. То есть он сам живой, потому что у него есть доминантная аллель, но при этом он несет в себе вот эту децессивную вредную аллель. Скречиваем с нормальной самкой, вот она нормальная самка, W соответственно эту аллель A A маленькую не несет. Теперь здесь смотрим, что у нас будет в поколении. Смотрите, Z большая идет от отца, Z большая от матери, то есть один самец нормальный. Потом Z A большая от самки, Z A маленькая от самца. То есть все самцы будут нормальными, то есть они будут здоровыми, выживать будут, но при этом половина из них они полностью нормальные. У них два нормальных аллеля, а второй самец у него, видите, он носитель. По самкам давайте Z A большая W нормальные самки выживают и Z A маленькая W, то есть эти умирают. То есть эти умирают, соответственно у нас самцов будет в два раза больше, то есть самцов в два раза больше, чем самок. То есть отношение будет два к одному, вот это и есть ответ. Всем спасибо за внимание, подписывайтесь на наш канал, смотрите наши видео, пишите в комментариях, если у вас есть вопросы, если вы хотите какие-то еще темы для обсуждения, мы постараемся ответить. Поехали. Поехали. Hm. Продолжение следует...